Всем привет, мои хорошие! Меня зовут Светлана и сегодня у нас видео о масочках. Я достала все свои маски, поняла, что их очень много, но я постараюсь для вас сделать это видео максимально емким и полезным. Итак, поехали! И начнем, наверное, с самой любимой маски. Практически, да, она у меня самая любимая. Это Агафья, девчонки. Экспресс-маска для лица. Именно освежающая. Продается она в Ашане, там, где есть Агафья, что по продукту. Консистенция такая, знаете, полугелевая, полукремовая, что ли. Вот такой вот цвет. У нее немножко под цвет самого тюбика. Легкий такой зеленоватый, цвет морской волны, отлив. И она, девчонки, круто. Я вам уже тысячу раз во многих влогах показывала ее. Круто, очень освежает лицо. Это утренний продукт, чисто утренний. На ночь он, в принципе, не нужен. Снимает отеки ночные, которые утром есть на глазах, на веках. Я наношу ее и на веки, и на все. И она здорово сгоняет вот эту отечность лица, делает его более свежим, отдохнувшим. Даже если поспала мало, то придает вам действительно свежесть. Наикрутейшая маска всегда у меня в доме, в фаворитах. Прям вот обожаю ее и люблю. Здесь продукта достаточно много. Я вот уже половину использовала. То есть ее хватает. У меня она на ежедневном, девчонки, использованием. Я могу ее только чередовать с другой маской, которую покажу следующую. А так я пользуюсь этим продуктом ежедневно и прям обожаю. По схожести арктическая брусника Avon Planeta Spa – это облегченная версия Агафьи. Антиоксидантная охлаждающая маска для лица. У нее похожая такая же текстура, только она белая. Очень похожая. Небольшой слой здесь нужен. Много таких масок накладывать не нужно. И тоже классно справлять со своей функцией. Действительно тоже сгоняет отеки, придает лицу свежий вид. Но немножечко полегче, если вот это вам может показаться слегка дискомфортной, особенно если у вас чувствительная кожа. Потому что, по первости, когда я ее только купила, такое сжение на лице. Не сжение, не покалывай, не холодок. Вот как-то все вкупу даже не могу одним словом назвать. И как-то я думаю, сейчас, блин, я ее смою, у меня покраснеет все. Нифига, девчонки, она работает, она крутая. Но с чувствительной кожей, конечно, девочке нужно немножечко покуратнее. Эти продукты кожу не пересушивают. Не скажу, что они ее питают. Они именно для того, чтобы придать лицу быстренько перед выходом куда-то или с утра свежий вид. Так что вот эти две масочки прям обожаю. Поехали дальше. Полюбилась мне очень сильно маска Биомика от Фаберлик. Я пробовала из этой серии мицеллярку. И когда нам только ее выпустили, взяла, она очень щипала глаза. Невозможно было ей просто пользоваться, не только глазовую кожу. Появлялись покраснения и раздражения на моей абсолютно несчастительной коже. Я решила, что эту серию вообще просто отодвигаю. Но тут, почитав отзывы и увидев то, что серию перевыпустили, на нас больше опыта ставить не будут, я решила взять и восстанавливающую маску сливки от Фаберлик. И девчонке понравилось. Очень понравилось. Она тоже может пощипывать. Она вот такая беленькая, тоже гелевая такая текстура больше, не прозрачная. Ее люблю на ночь, девчонки. Ее люблю на ночь, потому что она хорошо действительно увлажняет кожу. Мне кто-то написал, что она застыла из девочки у кого-то в корку. Я не представляю, потому что я вчера вечером с ней переходила, нанесла маску, а ребенка надо было уложить спать, не надо было мне уже ходить. И в итоге я с ней минут 30-40 пролежала, никакой корки у меня на лице не было. По большей части она впиталась и здорово увлажнило лицо. Пошла остатки смыла, все, красота. Увлажняет хорошо. Аксиологи. Аксиологи от Фаберлик, третий шаг маска. Я посмотрела в следующем каталоге, по-моему, у нас есть первый, второй шаг, а третьего нет. Я крайне разочарована, потому что я планировала повторять, брать всю эту линейку. И маску в том числе, естественно, без нее никуда, потому что именно она после двух шагов работает отлично на коже. Просто потрясающе. Некоторые девочки ее даже не смывают. Она слегка пощипывает у меня, но это может быть именно после карбокситерапии. Если ее применять как самостоятельный продукт, возможно, такой не будет реакции. И она тоже хорошо увлажняет кожу. Вот они немножко похожи с биомикой по свойствам, поэтому ставлю их в один ряд. Вообще карбокситерапию очень рекомендую от Фаберлик вам попробовать. Следующий продукт, который покажу, у меня на него есть отдельное видео, я прикреплю в инфобоксе обязательно ссылку. Это активная крем-маска для лица 2 в 1 из линейки Фаберлик Эксперт Фарма. Фармацевтика. Артикулы Фаберлик назову, девчонки, в Эван Кода смысла нет. Биомика, артикул 1251. Аксиологи. Какая аксиологи? Карбокситерапия маска 0295. И активная крем-маска для лица 2 в 1 1, 6, 6, 9. Девчонки, эта маска есть в Фаберлик-клубе. Насколько я знаю, баллов за 20, по-моему. Хотя, наверное, побольше нет. Глубокое очищение и матирующий эффект. Да, да и да. Она действительно матирует, идеально подходит для проблемной подростковой жирной комбинированной кожи, склонной к высыпаниям. Она имеет довольно густую, какую-то типа глиняную что ли текстуру, девчонки, как замазка такая. Ее крайне неудобно смывать, но я все ей это прощаю за то, как она сужает и очищает поры. Действительно сужает и очищает. Вы это увидите после первого применения в зеркале. Поэтому маски этой места быть я делаю ее где-то раз в неделю. Этого достаточно мне. Сужение пор и вычищение носит временный характер, но если вы поддерживаете свою кожу в хорошем состоянии и не пренебрегаете ежедневным уходом, то он будет гораздо дольше. Ну давайте, девчонки, фаберлик уже добьем, раз с него начали. Так, новинка. Вот эта маска Glammers, InstaGlammers. Вообще не покупайте, девчонки, это чисто лимитка для блогеров, чтобы в Инстаграм посвятиться, на Ютубе и так далее. Не покупайте эффекта ноль. Может быть легкое увлажнение, легкое-легкое увлажнение, не более того. А стоит она по каталогу 400 рублей, 30 миллилитров. Да, она блестящая, она красивая. Я в Инстаграм подробный на нее пост делала. Она у нас в каталоге в трех оттенках. Артикул 5804. Просто баловство. Денежки свои не тратьте, лучше на эти деньги купите себе карбокситерапию от Фаберлик. Увлажняющая маска Вербена. Девочки писали на нее очень противоречивые отзывы. Кто кому-то прям нравится, кому-то нет. На моей комбинированной коже она себя прекрасно проявила. Я попробовала, девчонки, нанести ее на ночь и не смывать. И хочу сказать, она с утра мне поры не забила, кожу не утешелила. И она была в хорошем увлажненном состоянии. Попробовала также ее и смывать. И тоже результатом была довольно легкая. Я бы вот ее, знаете, как обозначила легкая увлажняющая маска для комбинированной, жирной и нормальной кожи. Для сухой кожи здесь будет, может быть, маловато питание. Хотя и не факт, девчонки. Артикул 0874. Хорошая маска, понравилась. Так, из Эйвен. У меня прям стоит почти не начатое. Черная маска для лица сокращение пор и блеска. Действительно сокращает поры, действительно минимизирует блеск, подсушивает кожу в хорошем смысле этого слова. Если у вас есть какие-то шелушения, сухость, то не надо лучше. Потому что, мне кажется, здесь в составе есть спирт, она довольно такая. Эх. Она черного цвета. На лице застывает в серый. Тяжело, как и все подобные маски, смывается. А в Фаберлик еще такая есть детокс маска с углем. Она у меня сейчас, девчонки, в пустых баночках не принесла с собой. То же самое. Только в Фаберлик она в 5 раз дороже, наверное, стоит. Вот этого детокса с углем. Аналогичным действием обладают. По мне, также обе тяжело смываются. И я больше, вот, Фаберликовскую детокс я брать больше не буду. Вот эти продукты, они нужны тем, у кого кожа жирная, девчонки. Вот они нужны. Привести ее в порядок. Себум подкожный, чтобы нормально выделялся, не чрезмерно. Похожий продукт, Клиар Скин. Это маска для глубокого очищения против черных точек. Она уже у нас светло-голубого цвета. Засыхает тоже на лице светло-голубой цвет в корку. И тоже ее тяжело смывать. Мне не нравится такими продуктами, девчонки, пользоваться. Но без них никуда. Потому что периодически нужно подчистить поры. Немножко подсушить кожу. У кого девчонки комбинированные, жирные, те меня поймут. Я вот таким вот правильным уходом добилась сейчас того, что моя кожа уже не комбинированная, а нормальная. Но такие продукты я все равно периодически использую. Хорошая маска. Тоже вычищает. Тоже делает поры немножечко суженными. Нормальный продукт. Возможно, повторю. Дальше, девчонки, тоже. Любовь. Эйвен Киа. Вот так выглядит масочка с авокадо. Она у нас заявлена как маска для всех типов кожи. А, нет, для сухой и очень сухой кожи. То есть, казалось бы, должно быть очень много питания. Нет, здесь все в меру. И для жирной комбинированной кожи она подойдет идеально. Прям советую всем. Здесь очень плотная гелевая текстура. Полупрозрачная, зеленоватая. И наношу я ее таким средненьким слоем на лицо. Минут 15-20 хожу, смываю. И, девчонки, после безумно упругая кожа. Вот у меня именно такая ассоциация с этой маской. Для тех, у кого кожа имеет дряблость возрастную или от природы, я вам рекомендую попробовать вот этот продукт. Из линейки Планета СПА масочка малиновая. Не помню, у девчонок, как называется. Врать не буду. Похожим действием обладает. Вот этот продукт в объеме 90 мл. Можно взять за 99 рублей. Кстати, в этом каталоге она по такой цене, по-моему, есть. Кожа прям такая упругая. Палец отпружинивает аж. Свеженькая. Тон выровненный. Прекрасная маска. Очень нравится. Еще одна любимая моя маска, про которую тоже много раз вам говорила. Это маска-пленка с черной икрой. И она мне нравится гораздо больше, чем маски-пленки из линейки ИНЬЮ. Она гораздо более эффективна. И тоже советую девочкам не с чувствительной кожей ее брать. Потому что, когда вы снимаете эту пленку, то есть дискомфорт. Он есть. Нет никаких болевых ощущений, но дискомфорт есть. Она так хорошо прилипает к волоскам. Черная икра. Маска гелевая, полупрозрачная, с золотыми вкраплениями. Она красивая. Она достаточно долго застывает. Если вы ее, конечно, тоненьким слоем равномерно разнесете, что довольно тяжело сделать, да. Она, ну, минут 30 я с ней хожу. Потому что через 15 вроде везде высохла, а вот тут еще нет. И я уже жду, конечно, полного высыхания. Люблю делать ее на вечерней основе пару раз в неделю. Она приводит кожу, знаете, в такое сияющее, красивое состояние. Тоже свежее. В то же время идеально подсушивает там, где нужно. Не пересушивая. Во, как, девчонки, завернула. То, что она вычищает прям поры. Ну, да, она их вычищает, но не сужает. Но не сужает. Но мне нравится после нее эффект такой легкий пилинга, как после многих масок пленок бывает, да. Вот после нее эффект пилинга. То есть кожа такая гладенькая, бархатистая. Вот за это я ее люблю. У меня всегда несколько штук с опасей. В данный момент тоже стоят две. Так, следующий продукт. Тоже Иван. Иван русская баня с экстрактом сибирской сосны и эвкалипта для глубокого очищения кожи лица. А вот этот продукт не очень понравился. Я брала ее по рекомендациям девчонок. Слышала отзывы, что охлаждает. Она тоже застывает в корку. Светло-зеленый у нее цвет. Тоже ее тяжело потом смывать. И как-то я не заметила какого-то сужения пор. Холодка на моей коже тоже никакого абсолютно не было. Поэтому даже в этом плане линеечка Клеяр Скин как-то поинтереснее. Поэтому вот эту зеленую девчонки однозначно точно повторять больше не буду. Но знаю тех, кому она нравится и у кого действительно вызывает охлаждение. Роскошное обновление в комплекте с масочкой-пленкой. У меня есть вот такая маска под глазки с экстрактом черной икры. Маска-гель для кожи вокруг глаз. Я наносила как маску и потом смывала. Это прозрачная гелевая текстура с переливающимися такими. Видите, сиреневым отливает частичками. Частичками красивыми. Она как перламутр, как жемчужинка. Наносила плотным слоем на вейки и смывала. Но потом мне одна из моих подписчиц сказала, что попробуйте, Светлана, не смывать ее. Наносить под глазки, ну на ночь получается, да, и не смывать. Увидите, тоже потрясающий эффект. И да, мне понравилось. Я теперь так и делаю. Наношу ее под глазки на ночь. И вы знаете, эффект какой? Ровного тона, сияющего взгляда. Я не знаю, может быть, даже синячки как-то поменьше. Мне понравилось на самом деле. Закончится повторять буду. Хотя у таких средств расход, конечно, минимальный. Корейская линейка Эйлон. Это у нас маска с гранатом. Это вот такие худые девчонки приходят со шеточки. Имейте в виду, что пилинг, что маски из этой линейки, они вот настолько худы. Я ее использовала, по-моему, один раз только. И вот, да, еще на один мне, наверное, хватит. Она, девчонки, тоже застывает в корку. Я больше не возьму ее ни за какие деньги. Она такая розово-глиняная. Вот, девчонки. Ее здесь мало. Цена 190 по скидке. Это по великой, так 200 с чем-то. Здесь аромат приятный, но я не скажу, что она что-то делает с моим лицом. Если пилинг из этой же серии классный, он действительно пилинг, он хорошо скатывает, кожа после него бархатистая и гладкая, то вот эта маска, ну, мне ни о чем. Вот, надо ее побыстрее добить и выбросить. Дальше, девчонки. Три продукта осталось. Маска от Юни Лук из Галамарта. Это масочка для лица, омолаживающая с гиалуроновой кислотой, с маслом ЖЖАБА на основе козьего молока. В Галамарте я ее покупала. Такое вот ведерочко. Иногда использую, когда все вот эти надоели. У девчонки у нее запах, конечно, такой вот, с тухлинкой, скажем так, прямо. Но я хочу сказать, она круто увлажняет. Мне кажется, она подойдет вот действительно для любого типа кожи. Она довольно густая, такая действительно, как козье молочко. Я не знаю, как пахнет козье молоко, может, она так и воняет. Но есть тут тухлинка, хотя продукт свежий, и она хорошо действительно увлажняет. Если побороть себя и не вдыхать вот этот вот аромат, то вполне себе ничего. И последние два продукта. Это у нас Миксит. Вот так они выглядят. Показываю вам две масочки, которые понравились больше всего. А именно больше всего мне из этих трех. Сейчас имя пестрит реклама в интернете. Если будете выбирать, девчонки, я вот вам советую лифтинг. Лифтинг маска, от нее я действительно вижу эффект. Она действительно обладает эффектом лифтинга. Она выравнивает кожу, она делает ее более упругой. Она ее подтягивает, и я это увидела на самом деле. Посмотрите, какая прелесть. Это йогурт. Это йогурт малиново-кокосовый. Я вот так чувствую. Она вообще заявлена, как с малинкой. Я чувствую тут кокосик. Это просто йогуртовое блаженство на вашем лице, которое работает. Девчонки, работает на все 100%. Я уже два раза ее наносила, и мне понравилось. Поэтому вам показываю. Вдруг кто-то увидит, тоже захочет. Вторую маску, которую показываю, это увлажняющая маска для лица с маслом ши и экстрактом ванили. Тоже такая розовая баночка. И здесь вот такие разноцветные, смотрите, кружочки. Вкрапления. Она тоже классно пахнет. Она пахнет пломбиром, девчонки. Я не могу, мне прям хочется взять ложку и начать ее есть. Она пахнет натуральным сливочным пломбиром. Это круть. А вот по этой маске могу сказать тоже, что она очень хорошо увлажняет вашу кожу. И как бы все. Для тех, кому нужно только увлажнение, не перегружая, очень хорошо увлажняет. Но я прям, девчонки, запала вот на эту сиреневую. Она у меня сейчас практически в фаворитах. Прям понравилась очень. Ну вот и все, мои хорошие. Знаю, вы ждали это видео. Наконец-то я вам его отсняла. Если оно понравилось, вам и было полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Задавайте свои вопросы в комментариях. С радостью на них на все отвечу. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.